Большинство принятых сегодня бюджетным комитетом ЗАГС Собрания поправок в бюджет следующего года касаются социальной сферы. Москва дополнительно направила в областную казну больше 3 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на образование, медицину, культуру. Кроме того, 33 регион увеличит расходы на строительство дорог, жилищно-коммунальное хозяйство и дотации муниципалитетам. В 2019 году школа 33 региона получит 80 миллионов рублей на установку турникетов. И это, наконец-то, позволит решить проблему безопасности детей в образовательных учреждениях. В первую очередь средства будут направлены 21 муниципальному образованию. Исходя из 237 тысяч рублей на одну школу, всего 338 школ. Это мероприятие антитеррористической направленности. Также мы предусматриваем 58,6 миллиона рублей на приобретение музыкальных инструментов в детских школах из Сукуса города Владимира, Гусьхрустального, Коврова и Мурома. Самое большое увеличение касается здравоохранения. На медицину 33 регион дополнительно получит больше миллиарда рублей. Это позволит построить новые ФАПы на селе, закупить больше передвижных медицинских комплексов и переоснастить медицинские учреждения. В первую очередь областной онкодиспансер и сосудистый центр на базе областной клинической больницы. Расходы Дорожного фонда области в 2019 по сравнению с проектом первого чтения увеличатся на 700 миллионов рублей и в итоге составят больше 6 миллиардов. Эти деньги пойдут на ремонт муниципальных дорог. В том числе в рамках городской агломерации, на достройку дорожных объектов и муниципалитетам также направлены средства на дороги дополнительные. Часть федеральных денег направят на покупку квартир для ветеранов Великой Отечественной войны. Благодаря дополнительному финансированию в следующем году должно закончиться строительство нового корпуса психоневрологического интерната в селе Арбузово. Сводом этого объекта, по сути дела, очередность, которая имеется на сегодняшний момент в этом виде социальной помощи, она будет полностью обеспечена. Некоторые поправки – это предложения общественности, которые прозвучали на публичных слушаниях по бюджету. Например, увеличение средств на ремонт учреждений культуры в районах области. На учреждения культуры увеличены расходы. Ремонт учреждений культуры теперь можно будет проводить в большем количестве городов. Об этом тоже говорили участники будущих слушаний. И сейчас это нашло отражение в этих поправках. А еще благодаря внесенным поправкам областные парламентарии смогут эффективнее работать с жителями. В следующем году помогать решать проблемы избирателей каждому депутату будет помощник с зарплатой 18 тысяч рублей в месяц. Кроме того, на 2 миллиона вырастут расходы ЗАГС собрания на публикации в прессе. Откуда мы берем деньги? Откуда из социалки? Не дай бог. Эти деньги были заложены на освещение деятельности администрации области. И там товарищи согласились чуть-чуть поделиться с нами. Мы от них возьмем, а законодательному собранию добавим. Все эти поправки еще раз обсудят на следующем заседании законодательного собрания, которому предстоит утверждение бюджета на 2019 год во втором чтении. Оксана Любимова, Александр Мажаров, 6 канал.